Всем привет. Кишинев – столица и крупнейший город Молдавии. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык. Кишинев обладает особым статусом в административном делении Молдавии, он является муниципалитетом. Кроме самого города Кишинева, в состав одноименного муниципалитета входят шесть окрестных городов. Сын Джарадур-Лешты, Ватра, Кодру, Вадулу и Воды, Крикова. И двадцать пять сел, объединенных в тринадцать коммун. Кишинев впервые упоминается в грамоте 1436. Статус города получил в 1818 после вхождения в состав Российской империи, статус муниципалитета – в 1995. Наиболее распространенная версия, отмеченная более 125 лет назад в Новороссийском календаре, относит название города к старомолдавскому названию Кишла Новая, Новый Хутор. Само слово Кишла является заимствованием турецкого слова Ксла со значением Барак. В Бессарабии это слово употребительно и означает небольшой поселок Хутор. Из-за характера образования названия, одна часть тюркская, другая молдавская, современные исследователи сомневаются в справедливости этой точки зрения. Изначально топонимы с элементом Кишинев встречаются в документах родом из тех территорий, которые были захвачены тюрками в 15-х. И потом, в течение нескольких столетий оставались местом концентрации кочевников, поэтому некоторые исследователи предполагают, что название города имеет не романское, а тюркское происхождение. Они считают, что слово произошло от половецкого слова кишения Копчак, Косене, означавшего место погребения, мавзолей. Во многих местах, в названии которых находилась составляющая часть Кишинев, например, кишеньки Оржи ЦКО района Полтавской области Украины, когда-то были внешние признаки древних захоронений в виде мавзолеев, памятников и надгробий. Такие погребения могли принадлежать печенегам и половцам, обитавшим в Причерноморье в начале 2000-летия нашей эры или же татарам-анголам, занявшим этот край в XIII веке. О существовании в районе современного Кишинева печенежских погребений свидетельствуют археологические раскопки. Другие версии связывают название с венгерским кисджена, маленький ено. Ено – одно из венгерских племен, пришедших в Европу в 896 году. В Западной Румынии на границе с Венгрией есть город Кишинев-Криш. Но доказательств, подтверждающих связь в происхождении названий этих городов, не найдено. Топонимический словарь утверждает, что название произошло от ДР. Молт. Кишин-Эу, Кишноу, что означает колодец, родник, источник. После распада Советского Союза наметилась тенденция к изменению названий населенных пунктов Молдавии, в частности, началось активное внедрение слова Кишин-Эу в русский язык. В современной Молдавии это название часто используется как в официальных, так и в неофициальных документах на русском языке. В России принято написание Кишинев. В качестве герба Кишинева 2 апреля 1826 года был принят герб Бессарабской области, так как Кишинев стал областным центром. Герб имел форму щита, разделенного на две части. В верхней части на красном поле был изображен двуглавый орел, увенчанный золотой короной, символ присоединения Бессарабии к Российской империи. На груди орла был помещен красный щит с изображением Георгия Победоносца на белом коне, поражающего копьем змея. В правой лапе орла помещены факел и молния, а в левой – лавровый венок. В нижней части герба на золотом поле располагалась голова Буйвола со старого герба Молдавского княжества. После образования Бессарабской губернии в 1878 году был утвержден новый герб Кишинева. Он представлял собой щит, где на лазурном фоне была помещена золотая голова Буйвола с червлеными глазами, языком и рогами, между которыми сияла пятиконечная золотая звезда. Справа от головы была расположена серебряная роза с пятью лепестками, а слева – серебряный полумесяц, обращенный рогами к краю щита. После присоединения Бессарабии к Румынии герб Кишинева был снова изменен. В щите на лазуревом поле изображен золотой орел с червленым нагрудным щитком, в щитке герб Молдавского княжества, голова быка, звезда, розы и полумесяц. Этот герб стал и гербом современного Кишинева после распада СССР. Современный флаг Кишинева представляет собой белое полотнище, в центре которого изображен герб города. Герб наложен на стилизованную плетеную полосу желто-коричневых цветов. Кишинев расположен в центральном районе Молдавии, на высоте 85 метров над уровнем моря на восточной европейской равнине. Город стоит на семи холмах и вытянут вдоль реки Бык, правого притока Днестра. Часть Кишинева по правому берегу Быка занимает надпойменные террасы, разделенные долиной ручья Дурлешты, и несколькими балками. Малая малина, большая малина и разветвленная мунчерская балка. Левобережный склон долины Быка состоит из двух террас, первая из которых полого опускается к реке, а вторая расположена на высоте 60-90 метров. Площадь города – около 120 километров. А всего муниципе – 571,64 километра. Город расположен в пределах возвышенной лесистой местности Кодр. В почве преобладает чернозем, идеально подходящий для развития сельского хозяйства. Из полезных ископаемых распространен известняк, богатый хорошо сохранившимися окаменелостями. Глубже залегают меловые пески и мергели. В пределах Кишинева находится Гидегическое водохранилище и 23 озера. В парке Лаезвор – три озера. Рядом с этим парком – так называемое Тракторное озеро. Озеро на улице Михай-Витязу угол улицы. Албешуара. Маленькое озеро у развилки улицы. Каля-Ёшелар и Полтавского шоссе. Озеро в Дендрологическом парке. Озеро Валя-Марилов, бывшее Комсомольское озеро. Два озера в лесопарке на Старой Почте. Озеро в парке у улицы. Ипподромный. Три озера в парке Рыжкань и на Стрельбище Динамо. Озеро в парке Бориса Главана. Три озера в долине Рос. Соединенные между собой два озера в Ботаническом саду. Озеро в Зоологическом саду Восьмерка. Небольшое озеро по улице Узенилор. Озеро на улице Мелеску-Спэттару. Озеро Виктория на улице Мунчерской. Дом 788 на берегу озера. Климат. Первые метеорологические измерения, сделанные в городе, относятся к 1884 году. Согласно данным начала 20 века, средняя годовая температура воздуха составляла около плюс 10,2 Си, а среднегодовое количество осадков – 468 миллиметров. Согласно данным 1970-х годов, средняя температура января составляла – 3,5 Си, июля плюс 21,5 Си. Среднегодовая температура составляет плюс 9,6 Си, а уровень осадков – 547 мм. Лето начинается в начале мая. Средняя температура составляет плюс 20. Плюс 25 градусов, а в центре города иногда достигает плюс 35. Плюс 40 градусов. Дожди редкие, но обильные. Средняя температура января около – 3,2 Си, столбик термометра редко опускается ниже отметки в – 10 градусов. Весной и осенью температура колеблется между плюс 18. Плюс 22 градуса, осадки более обильные, чем летом. Кишинев считается одним из самых зеленых городов Европы. Практически на всех улицах города растут деревья и летом город утопает в зелени. В Кишиневе множество скверов и парков, в которых произрастают более 50 видов деревьев, кустарников и лиан, как типичных для Молдавии. Тополь, конский каштан, акация, клён, ива, липа, рябина, катальпа, береза, ель и другие. Так и редких видов. Кедр, канадский бундук, глициния, вергинский можжевельник. Распространены посадки белой акации, американского клёна, мелколисной липы и евяза. Естественная растительность постепенно сменяется новыми посадками, среди которых чаще всего встречаются конский каштан, платан, сафора, клён, декоративные формы черешни. Вокруг озер и вдоль многих улиц насажены тополя. Пирамидальный, канадский, серый, гибридный. В парках и вдоль улиц много зеленых насаждений из самшита, берючины, спиреи. В парках города живут около 14 видов птиц и 14 видов земноводных. Из млекопитающих в городе встречается еж, европейский крот, корек, куница и летучая мышь. Кроме этого есть белки и полевые мыши. Известны заходы в город лис и зайцев. Среди птиц распространено несколько видов голубей, а также сороки, вороны, сойки, стрижи, скворцы, ласточки, синицы, дятла и воробьи. В некоторых районах города был замечен на пролете сапсан. Видовой состав присмыкающихся и амфибий небогат. Встречаются обыкновенный уш, прыткая ящерица, зеленая жаба, озерная лягушка, обыкновенный тритон и другие. Из насекомых распространены жуки, чешуя полужестка, двукрылые и другие. Встречаются вредители деревьев и кустарников. Тля, щитовка, паутинный клещик, шелкопряд. Иногда появляются в массовом количестве божья коровка, американская белая бабочка. Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдавии Ильи и Стефана Аанчела Гафету, главе Господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Риуд, жалованные ему за верную службу. По советской историографии населенный пункт на месте современного Кишинева упоминается в 1466 году в жалованной грамоте молдавского господаря Стефана Великого своему дядя, боярину Влайкулу, на право владения селищем Кишинев у колодца Албешора. В условиях османского ига, установившегося в Молдавии в середине 16 века, постоянных набегов турок и крымских татар, роста поборов, экономическое развитие города шло замедленными темпами, а страна в 17-е, начале ксвии веков переживала упадок. В начале Боярская Вочина, а затем с 1641 года, Вочина монастырей города Яса Кишинев неоднократно разрушался. В 17-м веке Кишинев представлял собой небольшое поселение, которое после разорения татарами перестало существовать. Его жители переселились на земли помещика Рыжкану и назвали свое поселение Рыжко. Ныне Рыжкановка. В начале ксвии века жители возвращаются на покинутые ранее земли и возобновляют Кишинев. В это же время в Кишиневе селятся армяне, торговавшие с турками и татарами. Город становится торговым центром и начинает быстро разрастаться. В то же время продолжались набеги татар. Один из последних набегов татар на Кишинев произошел в 1781 году. В центре Кишинева был установлен памятник жертвам этого набега. В результате серии русско-турецких войн территория Междуречи Днестра. Рута и Дуная в 1812 году отходят к России, получают название Бессарабия. Кишинев, принадлежавший в то время монастырю С.В. Гроба, получает официальный статус города в 1818 году. Первый примар, городской голова, Ангел Нор, и становится центром Бессарабской области, а с 1873 года – центром Бессарабской губернии. Присоединение к России способствовало росту населения, развитию торговли, ремесел, культура. С сентября 1820 года по июль 1823 года в Кишиневе жил высланный из Петербурга А.Ц. Ушкин. Здесь он сблизился с молдавскими писателями К. Стамати и К. Негру Ц.ЦИИ с декабристами. М.Ф. Орловым, Ф. Раевским, К. Охотниковым, К. Пущиным и другие. Входившими в местную Управу Союза Благоденствия. В 1821 году основана первая мануфактура по производству тканей, в 1831 году построен спиртоводочный завод. К 1861 году в городе насчитывалось свыше ста небольших предприятий. Фруктово-виноградно-водочных, кожевенных, маловаренных, кирпичных и черепичных заводов, табачных фабрик и другие. В 1871 году в городе был открыт городской Кишиневский коммерческий банк. 6 и 7 апреля 1903 года. В дни христианской Пасхи, в Кишиневе, а также в окрестных местностях, происходил жестокий еврейский погром. Около 50 убитых и несколько сот увечных. По официальным сведениям, было разгромлено до 700 евр. Домов и 600 лавок. Вдохновителем погрома печать называло П. Крушова на, разжигавшего своей газетой Бессарабице в обществе ненависть к евреям, а также быстро разбогатевшего подрядчика Пронина, ненавидевшего евреев, как конкурентов. Кишиневский погром происходил при прямом участии властей вплоть до губернатора. Инсценированный царизмом судебный процесс пытался замять роль властей в погроме. В 1910 году в Кишиневе было около 10 тысяч домов. Из них, всего 4 трехэтажных дома, 142 улицы и переулка, 12 площадей, 5 садов и скверов. В начале 20 века было создано несколько металлообрабатывающих предприятий, заводы Сербова, Лангью и Макану и другие. Развитие промышленности способствовало проведение железных дорог, связавших город с Дунайско-Черноморскими портами, с Западной Европой и Центральными областями России. Во время революции 1905-1907 годов в России в Кишиневе проходили демонстрации и политические стачки. 21-22 августа, 17 октября 1905 года и другие. Советская власть в Кишиневе установлена 1.14. января 1918 года. После Октябрьской революции 1917 года, 21 ноября в ходе многочисленных народных собраний, которые проходили в том числе и в Кишиневе, начал свою деятельность с Фатул Цирий, который 2 декабря 1917 года провозгласил создание Молдавской демократической республики. Таким образом Кишинев стал столицей МДР. В Кишиневе были сосредоточены все органы власти новой республики. 11 января 1918 года части Красной армии подошли вплотную к Кишиневу. Они готовились взять город под свой контроль, и Сфатул Цирий решил впустить в город румынские военные части. Источник не указан 2323 дня 27 марта 1918 года. Сфатул Цирий проголосовал за присоединение Бессарабии к Румынии, и Кишинев вошел в ее состав. После присоединения Сфатул Цирий продолжил свое существование вплоть до ноября 1918. 1 января 1919 года в Кишиневе была создана Муниципальная консерватория. В 1927 году открыт теологический факультет. В 1928 году на месте разрушенного в 1918 году памятника российскому императору Александру II по проекту скульптора А.М. Пламодялы у главного входа в городской парк установлен памятник Стефану Великому. В 1934 году был открыт филиал Румынского института социальных наук. В 1939 году – муниципальная картинная галерея. 28 июня 1940 года Бессарабия была присоединена к СССР. 2 августа 1940 года образована Молдавская ССР. Ее столицей стал Кишинев. Город сильно пострадал от землетрясения в 1940 году. Серафимовский дом, здание епархии, в самом центре столицы республики был полностью разрушен. Дальнейшее развитие города было прервано нападением нацистской Германии на СССР. 16 июля 1941 года немецко-румынские войска захватили Кишинев и город вновь вошел в состав Румынии. Было создано Кишиневское гетто, полностью депортировано еврейское население города. 24 августа 1944 года Красная Армия отвоевала Кишинев в ходе Яско-Кишиневской операции. Военные действия, бомбардировки и землетрясения нанесли городу огромный ущерб. Было разрушено 174 предприятия, 70% довоенного жилого фонда и так далее. После Второй мировой войны город начинает быстро восстанавливаться и расти. Если в 1944 году он насчитывал всего 25 тысяч жителей, то к 1950 году в нем было уже 134 тысячи человек. В 1945-1947 годах утверждается генеральная схема реконструкции Кишинева, в разработке которой участвовал архитектор А. Щусев. Город превратился в крупный политический, административный, научный и культурный центр республики и приобрел свой современный облик. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 октября 1966 года за заслуги трудящихся города Кишинева перед Родиной, за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве, развитии промышленности и культуры, город был награжден Орденом Ленина. 5 июня 1990 года Верховный Совет МСРС переименовал Молдавскую СССР в Советскую Социалистическую Республику Молдова. 23 мая 1991 года парламент изменил название Советская Социалистическая Республика Молдова на Республика Молдова. 27 августа 1991 года была принята Декларация Независимости Республики Молдова, которая провозгласила Молдавию суверенным государством со столицей в Кишиневе. Образование В городе располагаются 25 университетов и Академия наук Молдавии. В 1990 году в Молдавии был восстановлен Институт Примарства. Первым примаром Кишинева стал Николай Акостин. Потом, Серафим Урикян. В 2005 году было четыре попытки провести выборы Примара, однако они провалились из-за недостаточной явки. С 2005 года до 2000 семьи. О! Мэра был Василий Юрсу. 25 января 2007 года Василий Юрсу был назначен министром транспорта, а исполняющим обязанности мэра стал Вячеслав Иордан. После выборов в июне 2007 года Примаром стал Дарин Кирта Ака, которого переизбрали на выборах 2011 года и выборах 2015 года. На досрочных выборах Примара Кишинева 3 июня 2018 года победу во втором туре одержал председатель партии Достоинства и Правда Андрей Анастасия, однако 19 июня 2018 года городской суд Кишинева отменил результаты выборов, что вызвало протесты. 21 июня решение об отмене было подтверждено апелляционной палатой Кишинева. 20 октября и 3 ноября 2019 года. В два тура. Прошли очередные выборы Примара Кишинева, победу во втором туре одержал Ион Чебан. Примар с 11 ноября 2019 года. Муниципальный совет Кишинева, МСК, состоит из 51 советника, избранных в результате выборов, проводимых по пропорциональной системе. Бюджет Кишинева на 2007 год составляет 1 миллиард 311 миллионов леев, из которых 1 миллиард 266 миллионов леев, бюджет собственно города, а 45 миллионов леев, бюджет остальных населенных пунктов, входящих в муниципи. Расходы в 2007 году превысят доходы на 19 миллионов леев и составляют 1 миллиард 330 миллионов. Исполняющий обязанности мэра Василий Юрсу предположил возможность проведения аукциона по продаже земельных участков и акций предприятий, в которых Кишиневский муниципальный совет имеет контрольный пакет. Также вполне вероятно повышение цен на размещение рекламы в городе. Расходы на образование вырастут в сравнении с 2006 годом на 40% и составят 568 миллионов леев. Расходы на поддержание общественного порядка составят 70,5 миллиона. Плюс 58%. На культуру – 43 миллиона. Плюс 27%. На коммунальное и жилищное хозяйство – 291 миллион. Плюс 7,4%. На здравоохранение – 27 миллионов. Плюс 80%. На транспорт и дорожное хозяйство – 20 миллионов леев. Плюс 11%. Кишинев обладает особым статусом в административном делении Молдавии, он является муниципием. В состав муниципия Кишинев входит. Собственно, город Кишинев, 6 окрестных городов. Сын Джора, Дурлешты, Ватра, Кодру, Ваду, Луи, Воды, Крикова. И 25 населенных пунктов, объединенных в 13 коммун. По итогам переписи 1774 года в Кишиневе проживало 600 семей. Из них – 162 налогоплательщика, 110 семей русских, молдаван и украинцев. По третье – 52 семьи армян, евреев, цыган, греков и сербов. Если с 1812 по 1818 годы население Кишиневу выросло с 7600 семейств до 18000 человек, то к концу века оно увеличилось до 110 тысяч. Население города всегда было многонациональным, а рост численности населения происходил не за счет естественного прироста, а в основном за счет миграционных процессов. Энциклопедический словарь Браггауза и Эфрона оценивал население Кишинева с предместьями в 1894 году в 128218 человек, из которых около 20% жили в предместьях. Почти половину населения составляли молдаване, 54 890. Затем следовали по численности. Евреи, 26-120, русские, греки, болгары, румыны, цыгане, армяне, поляки и представители других национальностей. Число домов в Кишиневе в 1788 году было около 300, а в конце 19 века их было до 10000. Город тесно связан с другими населенными пунктами страны, а также Румынией, автобусным и железнодорожным сообщением. Промоя воздушное сообщение имеется со многими странами Европы, а также мира. В городе действуют три автовокзала – Северный, Южный и Центральный. Железнодорожный вокзал, Международный аэропорт. Внутри городские перевозки в Кишиневе осуществляются автобусами, троллейбусами, маршрутными такси. Кишинев – один из крупнейших европейских городов, который не имеет городского рельсового транспорта, в то же время в нем действует одна из крупнейших европейских троллейбусных сетей. С конца XIX века Кишинев функционировал трамвай. В 1913 году он был переведен на электрическую тягу. К концу 1950-х годов сеть трамвайных линий превысила 17 километров, а количество ежегодно перевозимых пассажиров превысило 9 миллионов человек. В начале 1960-х годов троллейбус полностью вытеснил трамвай. Первый троллейбус был пущен в 1949 году по проспекту Ленина. Ныне бульвар Штефана Челмаря. От железнодорожного вокзала до медицинского института. Сейчас в городе три троллейбусных парка. Общее число машин – около 318. Автобусное сообщение в Кишиневе было введено в марте 1946 года. Сначала по городу курсировали автобусы марки ЗИС-154. Кишинев связан автобусными маршрутами практически со всеми городами и многими селами страны, а также с некоторыми городами Украины, Румынии, России, Белоруссии и многими европейскими странами. Первая внутригородская линия маршрутных такси была введена в 1968 году. В настоящее время в Кишиневе маршрутное такси является самым доступным видом транспорта, так как охватывает весь город и курсирует намного чаще, чем автобусы и троллейбусы. С 1 сентября 2006 года маршрутные такси, курсирующие по самым загруженным улицам центра Кишинева, были смещены на соседние улицы для частичного решения транспортной проблемы столицы. Первые легковые такси появились в Кишиневе в 1949 году. В настоящее время в городе 33 частных таксомоторных компаний и два службы VIP-такси. С 1 февраля 2012 года телефонные номера вызова такси являются пятизначными и начинаются на 14. В долгосрочной перспективе планируется создание системы внеуличного скоростного транспорта, скоростного трамвая или легкого метро. Старейшее здание Кишинева. Мазаракиевская церковь, 1752. Церковь Константина и Елены, 1777. Армянская церковь, 1803. Благовещенская церковь, 1807-1810. Харлампиевская церковь, 1812. После присоединения в 1812 году Бессарабии к России, в 1817 году определился центр города, появились первые прямые и широкие улицы. В 1834 году был утвержден генеральный план Кишинева. Прямоугольная сетка широких улиц соответствовала принципам застройки южных городов Российской империи. В 1831-36 годах. Здесь возводится кафедральный собор и колокольня. Затем, вблизи собора сооружается триумфальная арка. Во второй половине XIX века строились учебные и административные здания, применялись элементы византийской, романской и готической архитектуры, а также молдавского зодчества. Большая часть домов по-прежнему оставалась одноэтажной. В 1862 году приступили к мощению улиц. Благоустройству Кишинева способствовала А. Бернарда Цецея. В конце XIX века Кишинев занимал пространство более 660 десятин, имеющее неправильную фигуру в пяти верст длины и четыре версты ширины. В начале XIX века возводится здание городской думы, ныне премерия, окружного суда, управления железной дороги, городского банка, органный зал, краеведческого музея. В 1919-40 годах Кишинев застраивался небольшими особняками из кирпича и известняка. Котель ЦА. В годы Великой Отечественной войны город утратил жилой фонд более чем на 70%. В послевоенные годы по генеральному плану 1947, под руководством А. Щусева был реконструирован проспект Ленина, проложены проспект молодежи и бульвар Негру Цецеи, построены административные здания, в том числе дом правительства МСРС, застроена вокзальная площадь. В Кишиневе были созданы новые промышленные районы. Новые Чеканы, Скулянка и другие. За 1955-70 годы. Выросли жилые районы. Рыжкановка, Ботаника, Баюканы и другие. Установлены многие памятники. Решающим толчком в развитии города явилось постановление Совмина СССР 1971 года о мерах по дальнейшему развитию города Кишинева, когда городу из союзных фондов было выделено около миллиарда рублей. В середине 1980-х годов был объявлен конкурс на лучший проект детальной планировки центра города. Последующий распад Советского Союза помешал притворению в жизнь планов масштабного строительства. После обретения Молдавии независимости, строительство в Кишиневе приостановилось. Однако со временем начали восстанавливаться церкви, строятся элитные дома с дорогостоящими квартирами и фешенебельные особняки. Была расширена Измаиловская улица, построен автовокзал Северный, реставрирован железнодорожный вокзал, построены многочисленные магазины и офисные здания. В октябре 2006 года было принято решение об увеличении площади Кишинева и построении новых секторов. Будешты 2 и новые ставчины. С современной инфраструктурой, бизнес-центрами и многочисленными дорожными развязками. Также планировалось в течение 7 лет реконструировать проспект Кантемира. Кишинев также является обладателем самой длинной улицы в Европе, Мунчешского шоссе, Молк, Асэаманс, Тиай, имеющего протяженность от Центрального железнодорожного вокзала до Международного аэропорта Кишинева. Обновить данные. На конец 2005 года в муниципе Кишинев работает 146 детских дошкольных учебных заведений, которые посещают более 25 тысяч детей. В число 158 до университетских учреждений, где учатся свыше 96 тысяч детей, входят 60 лицеев, 40 средних школ, 19 гимназий, 15 школ садов, 14 начальных, 7 специализированных и 3 вечерние школы, а также 27 внешкольных учреждений. Спортивные школы, детские творческие центры. Годовой расход на каждого ученика в 2005 году составлял 1256 леев. В 2006 году эта цифра должна была увеличиться на 300 леев. Культура и искусство. Национальный театр оперы и балета Республики Молдова. Кишиневский национальный театр имени М. Именеску. До 1988, Молдавский государственный орден Трудового Красного Знамени Музыкально-драматический театр И.М. А. Пушкина. Государственный русский драматический театр И.М. Антона Павловича Чехова. Республиканский театр Лосифарал. Государственный молодежный драматический театр с улицы Рос. Муниципальный театр Сатирикус И.Л. Караджали. Юджин Ионаско. Джинта Латина. ОУГГ. А. Матеевич. Гугуце. В органном зале проходят концерты ежегодного международного музыкального фестиваля Мэрцишор, который был организован в 1966 году, до реконструкции здания городского банка, ставшего в 1978 году органным залом. В Кишиневе каждый год проходит международный фестиваль оперного и балетного искусства «Приглашает Мария Биешу». Ваенвита Мария Байеса. Фестиваль был впервые проведен в 1990 году и его организатором является известная молдавская оперная певица Мария Биешу. Ежегодно лучшие оперные певцы, солисты балета, дирижеры из России, с Украины, из Болгарии, Италии, Франции, Австрии, США и других стран приезжают в Кишинев, чтобы участвовать в этом фестивале. С 2001 года в Кишиневе проходит фестиваль документального кино «Хронограф». В рамках фестиваля организуется показ документальных фильмов, снятых режиссерами из различных стран, а также происходит награждение лучших работ. Фестиваль организован студией Оф Ти Ви Стьюдио совместно с Союзом кинематографистов, телеканалом Ти Ви Пять Мун и Праун Молдова. Начиная с 2000 года в рамках Дней французской культуры в Молдове в кинотеатрах Кишинева ежегодно проходит фестиваль французского кино под патронажем телеканала Ти Ви Пять Мун и Канадского посольства. Кишинев является участником Международной ассоциации мэров франкофонных городов Офар. С 2001 года каждый сентябрь в городе проводится фестиваль этно-джаз, на котором выступают джазовые коллективы из Молдавии, России, Израиля, Польши, Германии, Индии и других стран. В 2004 году состоялся первый рок-фестиваль «Старый мельник» и с тех пор стал ежегодным событием. Фестиваль организуется пивными компаниями. С 25 сентября по 1 октября 2004 года в Кишиневе прошли вторые молодежные дельфийские игры государств-участников СНГ. В играх приняли участие более тысячи дельфийцеев в возрасте от 10 лет до 21 года, сформированных в официальные делегации от 11 государств-участников СНГ. Первые кинопоказы в Кишиневе прошли в 1897 году в Дворянском клубе, располагавшемся на месте нынешнего кинотеатра «Патрия Чонтру». Вот так это описывал в своих мемуарах представитель фирмы «Люмьеров» Феликс Мазгеш. Впервые в исторических документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдавии Ильи и Стефана Аанча. Позже данные о городе встречаются у Мирона Костина, в путевых заметках П. Олепского и Марка Бандини. 17 век. В описании Молдавии Дмитрия Кантемира. Начало 18 века. Часто упоминание о Кишиневе в воспоминаниях участников русско-турецких войн 18 века. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. КОНЕЦ